всем доброго времени суток с вами канал артмания сегодня у нас видео обзор на вот такой вот чай т.с. гибискус с клюквой ароматом грейпфрукта 20 пакетиков купала в фикс прайсе должны быть треугольнички пакетики и также нарисовано что у них есть давайте с вами проверим посмотрим какие еще есть черный зеленый и наверно красный давайте ее откроем у нее смотрите есть такая штучка золотая вот тут она подцепляется ой батюшки тяжело открывается как у меня сразу пошел аромат очень приятно пахнет давайте я открою там открывается да действительно здесь пакетики довольно кстати они хорошо выполнены похоже как будто из какой-то ткани здесь вот сам пакетик придел то есть не просто где-то там болтается оторвался потерялся как это бывает иногда даже такой немножко как будто даже немножко до приклеенной вот внутри пакетика видно что находится кстати довольно качественно потому что как-то раз я покупала треугольнички там даже не было видно что там внутри находится не настолько они были прозрачные здесь прям похоже что ткань какая-то здесь они все все в принципе одинаковые какие-то коричневые штучки очень ароматно пахнет я думаю 20 штук пересчитывать мы не будем с вами я думаю нет смысла потому что это все чай тесс и довольно он известный день не думаю что там могли не доложить допустим одну один пакетик да приклеена действительно единственное пакетик сделан вернее сама штучка сделано не очень где-то на сбоку даже тоже она не все приклеены сбоку наверное принципе так должно быть здесь тоже довольно хорошо прошит толстая веревочка ниточка такой прям качественный я даже удивлена если честно соответствует кстати и картинке то же самое пакете такой же прозрачный все видно вы можете все посмотреть потрогать давайте наш стаканчик попробуем такой у нас красивый стаканчик сейчас мы в нем заварим заливаем водичкой наверное поставлю вот так вот чтобы он немножечко настоялся через него через чайник я вижу что меняется цвет здесь у нас прописано что 35 минут должен постоять хорошо бы конечно если еще сверху накрыть полотенцем а кстати сейчас многие чаи не завариваются потому что сейчас у тонкие вот эти вот чайники стали допустим вот стеклянным очень сложно заварить надо обязательно накрывать полотенцем то есть ну в принципе раньше наши бабушки дедушки они всегда открывали полотенчиком даже продают час даже бабушки по моему делают виде каких-то петушков такое что-то какой-то купол такой сверху накрывается одевается стоит в районе 500 700 где-то рублей принципе проще самим такой сделать вот обязательно накрывать ну я не буду ладно потому что меня тут чайничек стоит боюсь разбить вы в принципе накройте если завариваете в чайнике если конечно у вас чайник тонн из тонкого стекла из тонкого материала сделанной вот на должен получиться красный прозрачный красивый и давайте с вами подождем пока он заварится так ну вот он у нас уже заварился уже немножечко остыл немножко намок да такой он прям красненький в принципе как и написан нарисовано вернее на коробочке пакетик такой же прозрачным остался даже темно красный давайте его попробуем такой ароматный очень ароматный кисленький немножечко клюквы да ощущается грифрук наверное совсем немножечко гибискус гибискус наверное тоже такой ну кисленький немножечко ароматный такой послевкусие да такой прям это кисленький такой непривычно вкусный приятный кисленький кажется что как будто лимон наверное это клюква она в принципе кисленькая довольно но грифрукты не особо почувствовала гибискус вполне возможно вкусный можно в принципе чай это пробовать чай подарить такой кстати можно в коробочку очень красивая такая здесь смотрите все яркое сочное и открывается она довольно хорошо то есть и вот закрыли и все такую коробочку можно даже оставить допустим чтобы даже за счет закончится ее можно держать на столе положить другой чай она будет красиво смотреться всегда будет завлекать и гости придут удивятся ее легко довольно легко открыть закрыл открыл закрыл открыл вот здесь есть такая штучка не знаю правда за что она там нацепляется а ну вот за эти вот бортики чай довольно приятный но кисленький мне не очень понравилось то что он кисленький такой терпкий такой немножко наверное довольно слишком долго может быть я его еще подержала немножечко он такой крепко заваренный ну в принципе можно чай ну можно будет даже я думаю попробовать другие чаи у фирмы тесс я думаю по моему их очень много и треугольнички по моему еще у какого-то чая есть сейчас уже не вспомню я рекомендую в принципе да можно для тех кто любит кисленькое такое не сильное но кисленькое заменяет наверно это может быть даже грейпфрукт кисленький был не знаю вот и на сегодня это все с вами был канал артмания подписывайтесь пишите комментарии также смотрите другие мои ролики также обзоры обзоры на продукты из фикс прайса из обыкновенных магазинов кулинарные рецепты вернее кулинария также влоги как мы с сыночком моим гуляем моему сыночку год и девять скоро лето мы начнем путешествовать и всем спасибо за просмотр и всем пока пока